Традиционное в преддверии дня металлургоподведение итогов в цехах и переделах комбината для агломерационного производства обозначено преодолением 700-миллионного рубежа. Именно столько агломерата было произведено со дня основания цеха. Об этом, наряду с награждением лучших, шла речь на торжественном сменно-встреченном собрании аглоцеха. Игорь Гурьянов продолжит тему. Конечно, это необычный формат проведения сменно-встречных, практикуется только накануне праздника. Другое дело, что здесь, в аглоцехе, как и на других производствах, итоги, звучащие на собраниях и в отчетах, основываются на каждодневной планомерной работе, результаты которой и в безостановочной производственной цепочке, и в выполнении производственных показателей. Еще в давние советские времена был придуман лозунг «Сегодня для агломератчиков, являющийся руководством к действию. План, закон, выполнение долг». Производственные показатели выполняем графиковые. Прошли рубеж 700 миллионов тонн агломератов в преддверии Дня металлургов. Прошлый месяц закончили производственные показатели по качественным, по количественным показателям в норме. На этот месяц тоже запланирована загрузка вообще по аглоцеху идет стопроцентная, потому расслабляться некогда и настраиваться некогда. Коллектив настроен постоянно на плодотворную работу, на работу стабильную, на работу постоянную. За отчетными цифрами, как всегда, десятки и сотни решений, масса ежеминутно возникающих новых вводных, каждодневный и очень непростой труд агломератчиков. Ответственность за себя и за собратья по цеху, нацеленность на конечный результат – это то, что здесь передается из одного поколения рабочих подрастающей смене. Здесь по-особому звучат слова о том, что сегодняшнее величие флагмана, его столь уверенные позиции на внутреннем и внешнем рынках, закладывалось поколениями рабочих, словом «рынок», обозначающих людское торжеще на левом берегу. И слова поздравлений в адрес ветеранов цеха от сегодняшнего руководства звучат совсем не дежурно, а искренне и от всего сердца. Хотел бы поздравить, начиная с ветеранов, вы правильно сказали, те люди, которые мечтали о строительстве новой фабрики, которую мы сейчас только проговорили, о которой. Хотел бы пожелать им крепкого здоровья, потому что у нас есть ветераны, которые уже и за 90 лет перешагнули свой период, прошли и войну, в этом цеху как бы все повидали, вся жизнь прошла у них здесь. Потому крепкого-крепкого здоровья, всего самого наилучшего, ну и с наступающим днем металлурга.